МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфира программа новин регионов. Студой Олена Миличенко. Витаю вас сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Следующий комитет переквалификовал ранее заведенную криминальную справу по факте трагедии, яка отбылась 1 листопада в Могилеве. Тогда на двух хлопчиков, которые гуляли по покинутой будовле, извалилась бетонная плита перекрытия. Один хлопчик загинул на месте, другой в стане клинической смерти был доставлен в больницу. Хлопчик, за життой которого амаль два тыдни, змагались медики, помер в больнице, не приходишь в притомность. У совязи с гэтым правооховники ведут следство по артыкуле причинение смерти по неастярожности двум человекам. У якости подозронага паранейшим уличатся господар кинутой будовле. А крымя таго, следшие додатково распачали криминальную справу по факте службовой халатности у дочинении до посадовых особ Могилевского гарвы Канкама. Правооховники личат, что чиновники виноваты у невыконании потребования законодавства, якое предугледжуя знос самовольных побудов. Делегація китайского города Цяньцзінь с визитами Могилевской области представники збойного историчного и культурного центра Китая прибили у региону Першиню. И они наведали предприятие харчовой промысловости. Так само отбылась встреча с областными уладами. Цяньцзінь – один из четырех городов центрального подпродкования Китайской народной республики. Самый буйный промысловый центр полностью Китая. Визит у Беларусь делегація лечить закономерной зъявой. Односины помеж краинами поглибляются, треба шукать экономичных партнеров. До того ж, вопыт супрацовничества у региона великий. Могилевщина мает деловых партнеров у Китае с 2003 года. Мы надеемся на уже созданной основе сотрудничества между двумя нашими странами продолжать развивать торгово-экономическое сотрудничество в сфере экспорта, импорта. В основе наших отношений лежат дружеские и теплые отношения между руководителями наших стран. И сейчас я также очень рад отметить то, что Беларусь является сейчас для Китая одним из четырех стратегических партнеров. Товарооборот растет ежедневно. Это и поставки мебельной продукции, это поставки льна, сырца, это поставки молочки. Очень большая перспектива в развитии сотрудничества с Могилевским мясокомбинатом по поводу экспорта говядины. Здесь все разрешения уже есть, инспекции все прошли. Поэтому для нас это перспективный рынок, независимо от какой провинции. Потому что чем больше мы имеем возможность продать, тем больше у нас будут загружены предприятия с сырьевыми ресурсами. Могилевская область на сегодня мая погоднение об супрационнистве с трыма китайскими провинциями. Такий же документ пропадывали гости подписать и с городом Цяньцзинь. Алисия Рыбалка, Александр Артемьев, Новины региона. 14-го листопада – початок Восинской призывной кампании. От Могилевской области в первый день отправки в Узброенные силы Беларуси накировали Амаль 200 грамадян. И они будут проходить службу у войсковой частой сил специальной операции. Призывная кампания протягнется до 28-го листопада. На место неосене службы призывников будут отправлять что дня. Усягую Восинскую призывную кампанию на терминовую службу и службу у резервы на Могилевшине призвали Амаль полторы тысячи человек. Аферы с полеванием на лася. В Быховском районе группа поляоничных порушальников под кераунистом мясового егера незаконно сдобыла дорослую особину. Испробовала я ее выдать за лася сягалетка. Инспекторы природы Аховы спынили автомобиль у багажнику, якого знаходзілася мясо дзічыны. Керольца продъявил документ на права, сдобыча лася сягалетка. Живела до одного года. Однак по колькости мяса природооховцы зрозумели, что зрезаные нос туши дорослой живелы. Як стало вядомо, группа из десяти поляоничных под кераунистом мясового егера незаконно сдобыла дорослого лася. Как в замесе следы, порушальники утилізовали голову и копыты забитой живелы. Скажите, пожалуйста, вы голову лося выбросили. Покажите рукой, в какое направлении? Вот туда. То есть в центр вот этого водоема, правильно? Три часа назад. Ответьте, так это? Подтверждаете? Оборонцы, флоры и фауны знайшли место, сдобыча живелы и все схованные рештки. Видовочно порушальники выросли зэкономить на дозволе на полевание. Охота должна была проводиться согласно документов на лося Сигалетка. И стоимость разрешения на его добычу в Быховском росыргово-бор составляет 300 белорусских рублей. Стоимость взрослого животного составляет 600 белорусских рублей. Но для данной группы охотников, в связи с тем, что они являлись активными участниками в работе Быховской районной организационной структуры, стоимость вообще за добычу Сигалетка стоила 100 рублей. Теперь они повинны компенсовать шкоду природе у померы 300 базовых величин. А егерой одному с полевничьих на угол погрожая криминальная отказность. Наталья Юдагимова, Сергей Карпяков, Виталь Алексеенко. Новины региона. Увага, пешеход! Супрационники Дяшатой инспекции провели специальные комплексные мероприемства. Имкнулись одельникам дорожного руха у всех взрослых нагадать про то, что их безпека залежит от их самих. Самое главное, чтобы вы их носили, не забывали, не теряли, чтобы у вас на верхней одежде, на сумочке, на шапочке, где угодно, был вот этот световозвращающий элемент, который значительно повышает безопасность пешеходов в темное время суток. Маленьким удельникам дорожного руху инспекторы дарили фликеры. Дети обязали носить их и навод про их вершики рассказывали. Пешеходы на дороге были опасности, но у них есть на одежде фликер безопасный. По информации ДАИС, в темный час суток в области отбылося 71 дорожно-транспортное здарение, у которых 18 человек загинули, 56 термали травмы. При этом только 14 человек имели светлоотбивальные элементы. Мы запытались удары, услышать потребные на угол фликеры и на вошта. Конечно, нужны. Для чего? Ну, чтобы быть заметным в темноте. Нужны. Для чего? Чтобы водители видели пешеходов. А у вас есть фликер? Нет, но мы в темное время пока не гуляем. А в темное время суток как вы будете ходить, интересно? Что посвящали? Что видно было для водителей, пешеходов? А вы это считаете? Я считаю то же самое, у меня даже с собой есть всегда. Фликеры обязательно нужны. И не то, что там где-то за городом, а именно в городе. В городе, где мало освещенные улицы, ой, плохо проезжать. Замечаешь в последний момент. Все пешеходы, и малые, и взрослые должны быть в темное время суток. Не имеет значения, это населенный пункт, ненаселенный, освещенный участок дороги, не освещенный в темное время суток. Должны быть обозначены свето-возвращающими элементами при движении вдоль проезжей части, либо при переходе проезжей части. Контролировались у працовники идеи и выконание дорожных правил самими пешеходами. На жаль, некоторые ставятся бесклопотно до властной безпеки. Таким пешеходам инспекторы тлумачили, где треба переходит дорогу. За час операции инспекторы зафиксовали 1540 выпадков, когда пешеходы порушали правила дорожного руха. Их притягнули до администрационной отказности. 36 тысяч человек – это лечба хворых на диабет у Могилевской области. И что год она повеличивается на 2-3 тысячи. Что пропоновывает сегодня медицина, чтобы сделать жизнь хворых больше качественным? И до чего закликают пациенты у медики? Про это в Сусветный день братьбы с диабетом расскажут наши корреспонденты. Для пациентки настау час менять резервуар с инсулином. Урач вучить – рабить гэта правильно. Новая технология зручная. Не треба, як ранее шмад разоу уводить инсулин шприцем. Цукор у крови вызначается автоматично. Апарат оповещает про наступный прием ежи. Инсулиновая помпа для пациентки станет постоянным с подорожником по житти. Я уже болею 10 лет. Я уже, конечно, морально привыкла к этому всему. Но качество жизни улучшается. Легче себя чувствуешь и не боишься никаких последствий. Высоких низких сахаров, из-за которых бывают часто проблемы. Помповая инсулинотерапия, як метод лячения, пришла до нас 4 годы тому. И спочатку тольки для пациентов с першим типом диабету. У першиню сё лето яе применили и пациентам с другим типом. Хворых с такими аппаратами пакуль тольки два десятки в области. Йон небесплатный у одрознение от самого препарата инсулина. Але медики лечат своим обовязкам дать хворым усюмах, чимую информацию про тое, як можно лягче переносить хворобу. Конечно, пациент должен быть мотивирован, должен понимать, как течет диабет, как правильно корректировать дозу. Но помпа инсулиновая позволяет это сделать более на высоком уровне. Такой апгрейд терапии. Про эндокринологичное отделение тольки областной больницы, что год проходить пауторы тысячи человек. Заразумело, гэта тольки тяжкие хворые. Что тычутся диабету, что год в области таких хворых становится на 6-7% больше. Але не колька из пациентов сёня проблема, кажут медики. А тое, як чалавек сам ставится до хворобы. И отповедна до того ладу життя, які потребна вести диабетикам. Почему мы показываем инсулиновые помпы, показываем, как мониторировать, как делать самому глюкозу, как кушать, как пить. Такое количество пациентов один врач не в состоянии вести. То есть каждый пациент должен отвечать за своё здоровье. Вот мы это говорим пациентам, вы должны отвечать. Мы вас можем научить, но жить за вас мы не сможем. Здоровая ежа, физичные нагрузки, отказ от паления алкоголю – для диабетика у гэта не агульные фразы, а життёвый минимум. Олесь Рыбалка, Денис Бутылин. Новины региона. Незамянимая краница життя. Акция по безвыплатной сдаче крови проходит в Бабруйску. До 2020 года доброхватное донорство станет хоть и правилом, а не выключением. Про тех, кто уже сёня выратовывает житти тысяч людей. Репортаж наших корреспондентов. Отповедная анкета, пашпорты и обовязковое жадание допомогчим. Старший сержант внутренней службы Министерства по надзвычайных ситуациях Юрий Жилкин, 10-й юбилейный раз сдае кровь. Помогаем, спасаем людей. И сдача крови – это как бы тоже пассивная помощь людям. Акушер Засиповича, Олена Мехнова, як никто, ведая кровь – это синоним до слова «життё». И Пакульяшшень – не водная, самая сучасная фармацевтичная фирма. Не смогла створить полный ее заменник. 17 год женщина сдае кровь. Я хорошо, замечательно выгляжу. Может быть, это тоже заслуга того, что идёт обновление крови. Наставники и рабочие медики и студенты. Что дня у Бабруйский зональный центр в переливании крови приходит некольки десятков человек. Городской отдел по чрезвычайной ситуации дважды акцию проводили весной, вот в августе этого года. Резерв с первой по четвертой обо двух резусов, по словах медиков, есть. А лет треба памятать, что отделение реанимации что-то не поступают пациенты с тяжкими травмами. Бывают ситуации, когда приходится вызывать из дома резервных доноров. Всё лето в городе отбылось 65 ДТЗ. Так, одно запошник с Дареню отбылось на перекрыжевании в улиц Кострычницкая и Пролетарская. Подколы ауто на пешеходном пироходе. Трапил 54-годовый бобручанин с травмами мужчины, шпитализованные. Ангелина Дякун, Иван Боровы, новин региона Збабруйска. 200 интеллектуалов из Беларуси и России приняли уделу турниры «Зимовый лис». Спаборництва лазится в Беларуско-Российском университете. За час основания, это 20 год, интеллектуальный турнир стал интернациональным. В программе спаборництва такие интеллектуальные гольни, як «Штодякали», «Брейнринг», «Музычная скарбонка». Зимовый лис ладится у Могилеви с середины 90-х. Турнир навод старейший за некоторых удельников. За этот час он собрал свою аудиторию, аматору, так бы мовить, интеллектуальных видов спорту. Первый раз на «Зимовый лис» я приехал еще в качестве игрока студенческой лиги в 2011 году. Сейчас уже приехал в качестве тренера. То есть турнир развивается. То есть я сюда уже привожу тех детей, которые тренируются у нас в Минском клубе. Мы представляем команду Брянского государственного технического университета. Я в ее составе первый раз, тут еще ничего не знаю, но надеюсь тоже получить опыт. Уровень очень радует, потому что действительно в Беларуси очень качественно, хорошо организуют интеллектуальные игры. Например, у себя мы не играем в брейн-ринг, а здесь он представлен. Очень интересно попробовать свои силы. У интеллектуального споборництвия сустрекаются юнаки и девчаты, новички и маститые зналцы. Всем известно в России и в Беларуси, что уровень знатоков белорусских именно и в «Что, где, когда» и в других интеллектуальных играх очень высокий. Поэтому нам приятно приезжать на такие турниры, где соперники всегда сильные. И, быть может, это помогает нам потянуть свой уровень. Это помогает им в дальнейшей жизни. И в то же время формируются сильные команды, которые в будущем, я думаю, будут бороться и на мировом уровне. За час основания зимовый лис вырос с регионального турнира у этап республиканского чемпионата сярод студентов. Все лето у ведах и логицы спрочалися 30 команд. Алина Соловьева, Александр Артемьев, новины региона. Новины про життя в области вы можете поглядеть на нашем сайте tvrmogileo.by. А я на этом с вами развитуюся. Усяго вам доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин